Далайдама Далайдама Но, вы знаете, на его призыв откликнулись китайские ученые, которые собрали действительно группу специалистов, выделили огромную сумму денег, финансы для того, чтобы подготовить вот эти вот переводы из буддийского языка. Но, безусловно, если учесть, что текст является священным, сакральным, то перевод таких текстов связан с проблемой специалистов или, прямо скажем, отсутствием кадров. Как говорил наш Иосиф Васильевич Сталин, кадры решают все. Поэтому на повестку дня в настоящее время всплыла проблема подготовки молодых специалистов, которые смогли бы взяться и грызть этот камень. Камень, да? Науки, в общем-то, чреватый большими трудностями и сложностями. Поэтому я просто вот реально вам хочу объяснить, почему проблема перевода столь трудна и столь сложна. Все дело в том, что, закончив работу над изданием последнего труда в рукописи, приветственного Юрием Николаевичем Рерихом, и изданного не совсем под правильным названием, под которым он должен был быть опубликован. Речь идет об истории Центральной Азии. Вот это издание готовила я, и поэтому просто я убедилась реально, что даже вот эту вот сурую рукопись Юрия Николаевича Рериха, в которой очень много буддийских терминов на тибетском языке, ну, там, конечно, есть иероглифы, есть и санскрит. Вот то, что ее долгое время не могли издать и опубликовать, это объяснялось отсутствием специалистов, которые могли бы выполнить наследие, оставленное Юрием Николаевичем Рерихом. Проблема заключается в том, что вот по поводу санскрита и по поводу переводов санскритских текстов на тибетский язык все специалисты в Индии, это пандиты, они связывают с тем, что написаны, изложены очень неясным, сложным языком, которым совершенно невозможно обладеть. В общем-то, они называют его и загадочным языком, и, в общем-то, объясняют это тем, что все эти тексты попали в определенную область литературы в Древней Индии, названную космогоническими мифами. Самое интересное, что когда я, закончив историю Центральной Азии, решила все-таки попробовать ознакомиться с текстом Калачакры и посмотреть, что все-таки можно сделать и, возможно ли, в какой-то степени перевести. Вы знаете, я поняла, что здесь речь идет о том, что буквальный перевод, с которого я начала перевод, «Калачакра-тандрия» отличается от скрытого текста, носящего чисто научный характер. И таким образом я поняла, что надо просто разгадать ключи и вот этот закодированный текст надо расшифровать. В какой-то степени мне это удалось сделать, и мы опубликовали этим летом буквальный перевод первой книги Калачакры-тандрии, которая называется «Строение Вселенной» и большой книги, расшифрованный перевод. И он рассказывает о чрезвычайно интересных вещах. Вы знаете, мало очень сведений, как создавалась наша Вселенная. В этом расшифрованном тексте речь идет только о нашей с вами галактике, которая вошла и известна среди человеческой цивилизации под названием «Галактика Млечный Путь». Но Калачакра-тандра включает в себя и сведения о существовании и развитии других галактик. Но для того, чтобы ознакомиться с этим материалом, надо суметь расшифровать вот этот вот закодированный текст. Если это в какой-то степени удастся, то таким образом мы можем говорить о том, что в самом первоначальном виде все сведения, которые мы называем мистическими, легендарными, сказочными, чудесными, на самом деле при расшифровке представляют собой чисто научные знания, которые до определенного момента было решено скрыть от общей массы землян. Почему речь идет сейчас о том, чтобы расшифровка была выполнена, чтобы ученые, физики, астрономы, врачи, поскольку учение Калачакры связано также с строением человеческого тела и с излечением различных болезней, то оно оказалось актуальным. И в данный момент в общем-то ученый мир говорит о том, что если и есть какое-то спасительное учение, то это учение называется учением Калачакры. Поэтому популярность, она сейчас достаточно оправдана и широко принята представителями нашей планеты. Речь идет о том, что в этих текстах, зашифрованных, скрывались события, которые были неизвестны. Таким образом, я могу просто привести пример. Когда я занималась переводом, я поняла, что кроме одного потопа был еще второй потоп. Доказательства второго потопа, который донес чрезвычайную ущерб нашей планете Земля, оказались зафиксированными на тибетском языке в официальных документах правительства средневекового тибета. И когда я нашла и перевела, то тем самым я доказала, что был и имел место настоящий реальный потоп. Сейчас, продвигаясь дальше по расшифровке этих текстов, я поняла, что в этих текстах присутствует прогноз о третьем будущем ожидающем нас потопе. И в связи с тем, что прогнозы эти действительно носят реальный такой вот фактический характер, то интерес к переводам древних текстов чрезвычайно возрос и получил как бы, я вам сказала, могла сказать, уже официальный запрос. запрос, потому что опять же из этих текстов, закрытых для большинства, стало известно, что Земля уже как планета существовала, а потом она разрушилась, исчезла, и вот эта Земля, на которой мы с вами проживаем, это уже другая планета. Представляете, когда речь идет реально о таких фактах, то, конечно, ученые всего мира проявляют огромный интерес к этим текстам. А я вам просто зачитаю начало расшифровки последнего текста, который называется «Тантра, именуемая сущность поздней версии Кала-Чакра Тантры», если удастся, мы это опубликуем. как продолжение текстов о строении Вселенной. Начало тантры. Возносим хвалу великолепной планете Юпитер. Подобным же образом приветствуем чистую и незапятнанную планету Сатурн, пребывающую бывающую в сфере Дхармы и представляющую собой так называемые благие и неблагие планеты Меркурий, Венера и Раху, созвездия Пурва-Полгуни и созвездия Ашлеша, то есть созвездия Гидры, наполнившие созвездия Хаста, наилуче или Ардра, наилучшее созвездие Ворон, будучи созвездием Лев и планетой Юпитер, находясь в Калапе, столице прославленной Шамхалы, изложила науку знания о Солнце, выседающем на подушках созвездию Пушья, созвездию Мула, Созвездию Телес и созвездию Большая Медведица, став созвездием Макха, скопившийся Сатурн, созвездия Орел, Юпитер, Луна, Солнце, Раху, созвездия Хаста, Марс и Земля, извините, силы своего движения, я беспокоюсь, что вы устали, это созвездия Хаста, Марс и Земля, силы своего движения сформировали из созвездия Скорпион созвездия Большая Медведица во владениях Млечного Пути. Большая Медведица Орион или Скорпион созвездия Макха, расположенные во владениях созвездия Скорпион и созвездия Дева оказались неким препятствием для созвездия Водолей, имеющего покровительство Юпитера. Созвездия Хаста Венера, созвездия Мари Гоширос и созвездия Орел Золотая Птица Горуда, входящая в основу созвездия Скорпион составляют планеты Сатурн и Венера. Созвездия Лев Солнце и другие благие и неблагие обитатели сферы благодаря созвездию Близнецы родились именно здесь. Очистив прежнюю плоть, они захватили и обрели другую, новую плоть. Созвездия Большая Медведица и созвездия Макха образовали планету Меркурий, а из убитых небесных тел созвездия Мула вместе с планетой Луна приготовили пищу и в конечном счете последние стали созвездием Скорпион. Созвездие Водолей поглотило, буквально село созвездие Ашлеша и создало планету Сатурн с его окружением, а из Юпитера сотворило планету Земля. Упав на Землю, Юпитер стал созвездием Ворона. Великого размера созвездия Хаста и планета Рахула, связанные созвездием Телец, Сатурном, Юпитером и созвездием Утара Бхалгуни, составили основу Солнца. Водолеи воспрепятствовали проглотить созвездие Макха. Само же созвездие Водолей сформировали планета Сатурн, Солнце, созвездие Стрелец и созвездие Мула. Планета Юпитер, созвездие Ашлеша, созвездие Дева, созвездие Лев и так далее, включая Марс, находящийся во владениях Венеры, а также планета Сатурн, представляет собой планету Меркурий и созвездие Большая Медведица. Меркурий и Венера целиком поглотили созвездие Водолей и созвездие Большая Медведица, а сама планета Венера стала созвездием Ворон и созвездием Орион. Созвездие Мула, Луна, Сатурн и созвездие Ардра были убиты созвездием Мутара Пхалгони. Между тем, победителем стало созвездие Ашлеша, оказавшееся в это время поблизости. Марс и созвездие Лев превратились в умиршвленный Сатурн, между тем, как тихое и медленное Солнце не стало созвездием Мула и Луной. Убитые Марс Юпитер и созвездие Ворон, превратившись в субстанции, создали богатство сферы. Благодарю вас за внимание. Если будут какие-то вопросы, я просто хочу предупредить, что завтра у нас будет продолжение и определенные сведения о системе Кала-Чакра я сообщу вам завтра, если у вас будет желание меня выслушать. Вот эти вот представители вот здесь я благодарю устроителей Конгресса за презентацию моих книг. Маленькая это буквальный перевод первой книги Кала-Чакра Тантры под названием «Строение Вселенной». Вторая книга представляет собой расшифрованный перевод первой книги «Строение Вселенной» и сокращенной версии второй Кала-Чакра Тантры. Кроме всего прочего, эта книга содержит исследования, связанные с переводом с тибетского языка планет и созвездий нашей галактики. Благодарю за внимание. Спасибо.